добрый день уважаемые зрители внесение удобрений это момент очень ответственный и безусловно многие понимают не только финансовые затраты которые могут быть понесены но и выгоду которая может быть получена при этом очень важно соблюсти определенные нормы и параметры к нам напрямую обращаются наши зрители с вопросом как это делать правильно безусловно мы ответ дать не готовы но мы готовы найти специалистов которые смогут вам помочь и сегодня в поиске ответов на ваши вопросы мы проведем диалог и просто с производителем продукта мы сегодня поговорим непосредственно с теми кто этот продукт применяет и получает от этого результаты подписывайтесь на наш канал задавайте ваши вопросы в комментариях и непременно ставьте лайки уважаемые зрители регулярно мы проводим репортажи с выставок и общаемся чаще всего на стендах компании с представителями а сегодня не совсем у нас обычный будет репортаж сегодня находясь на стенде компании аммоний мы пообщаемся с директором о аммоний агротехнологии монанкиным александром александр александр является руководителем агропредприятия то есть человеком который руками работает землей фактически является представителем производителей как раз да александр в двух словах расскажите пожалуйста можно не в двух словах расскажите пожалуйста о банке собственно о технологии которые вы пользуетесь находимся мы в татарстане медилейском и лабужском районах сейчас хозяйство у нас распространилась на два района общая площадь примерно 11 11 300 тысяч гектар земли говорю примерно потому что он постоянно меняется и всегда растет начинали мы с 2000 гектар земли планировались изначально как демоплощадка чисто для демонстрации продуктов производимых аммони непосредственно завода однако после первого года всех в принципе результат растеневод устроил и учредители приняли решение бизнес развивать уже как самостоятельное направление ну чем и собственно и занялись мы принялись вводить в оборот земли не используемые либо бесхозно используемые соответственно сегодняшний день вот набрали такой бант земли возделываем в принципе культуры стандартные и каких-то особо интересных я вам назвать не смогу это зерновые ячмень пшеница азимая пшеница рожь это масличные культуры лен рапс в этом году планируем также немножечко попробовать горчицу из бобовых культур соя два года мы с ней ставим эксперименты вот наконец нащупали дорожку уж для того чтобы расширить ее возделывание культуры всем знакомы тут я рассказать чего-то особо интересного не могу но замечу что мы при их возделывании используем продукты в плане минерального питания конечно же аммони это удобрение азотные это карбамид это касс 32 которые мы используем который завод в принципе и обкатывал на нашем предприятии прежде чем планировать выводить его на рынок убедиться что продукт получился хороший продукт получился хорошим ждем когда завод на начнет его промышленное производство скажите что используете как с какими полями работает я понимаю что при 11000 гектар может быть может присутствовать разница может не присутствовать вот просе в оборот и технологии возделывания мы в принципе подходим к возделыванию интегрировано то есть нет какого-то шаблона или нет одного на все случаи жизни решения это возможно при нашей площади то есть когда площадь маленькая ты еще может достаточно времени уделять каждому полю ваш специалисты могут уделять достаточно времени каждому полю соответственно подходить каждой ситуации отдельно объективную оценивать определенный момент масштабы это становится затруднительно потому что слишком много земли слишком мало людей за всем не уследить а при нашем при нашей площади это очень удобно у нас на текущий момент при нашем севообороте то есть злаковые бобовые технические культуры ну работает не так много людей то есть порядка 29 человек сейчас работают при такой площади еще мне нужно добрать буквально троих для того чтобы обеспечить эту площадь технику мы используем смешанную нельзя сказать что там один импорт потому что трактора у меня например все тяжелые отечественные это продукция петербургского тракторного завода который всем знаком и продукции завода руссельмаш там ничего уникального нет опрыскиватели мы используем amazon и да это немецкая марка по факту собрана в россии то есть не везенные из германии это сказывается на их стоимости вопрос как раз в организации труда в том что мы используем системы автопилотирования системы подруливания за счет чего но с момента начала деятельности по некоторым операциям конечно мы производительность труда увеличили раз в полтора это сказывается когда всего лишь шесть тяжелых тракторов спокойно обслуживают всю площадь при условии что четыре четыре человека еще и уходят с них потом заниматься другими делами только два их остается вполне себе оправдывается такой подход мы стараемся все лишние операции исключать то есть если у меня например посевной комплекс способен осуществить надлежащее качество прикатывания до посевов значит мы не проводим прикатывание если у меня посевной комплекс способен на поле работать так сказать осуществлять посев напрямую без почвы обработки весенней и я понимаю что на этом поле нет проблем с переуплотнением почвы значит мы не проводим обработку почвы потому что техника способна это сделать и вот в этом как раз и заключается интегрированность подхода что ты анализируешь ситуацию на каждом участке производстве с почки отдельно исходя из этого уже лишнее убираешь а где-то наоборот может добавишь потому что это необходимо конкретно в данной ситуации а вы скажите ваши такие основные критерии работы агронома в поле как часто агроном должен быть в поле в вашем хозяйстве если мы работаем по интенсивным технологиям если мы делаем полный комплекс защиты растений но в принципе раз 3-4 дня ну там находиться достаточно он успевает тогда среагировать на какие-то изменения и что-то скорректировать а если речь идет о том что хозяйство например более экстенсивного типа она проводит обработки химические по факту обнаружения проблемы не профилактически тогда я бы делал то чаще потому что например некоторые болезни или вредители с такой скоростью размножаются распространяется что отсутствие там в течение четырех дней может привести уже к печальным последствиям уже тяжело будет решить проблему у вас банк из 11000 виктор так при этом вы скажем так так как все таки уже отдельное предприятие у вас свои показатели порентабельности прибыли и прочим прочим на каком объеме земли вы ставите эксперименты и как часто вы проводится но как вам так сказать когда у нас было две тысячи гектар мы ставили эксперименты на 1000 гектар то есть половина посевной площади каждая культура сейчас хозяйство уже в принципе превратилась большой эксперимент и это связано с тем что мы начали получать результаты в двадцать первом году по каким то получили показатели мы хотим эти показатели проверить мы закладываем эксперимент двадцать втором году опять получаем результаты что-то отметаем что-то мы опять должны проверить и в итоге вот знаете так как генеалогическое древо там из одной попытки возникает куча других вариантов ты каждый вариант проверяешь у тебя уже все хозяйство какой-то эксперимент огромные как-то так это теперь то есть можно сказать что вы смело экспериментируете на всей площади да это одна из задач на самом деле учредителей чтобы если уж мы какие-то советы даем сельхоз товаропроизводителям то мы были в них уверены полностью у вас можно сказать что есть информация из первых уст из первых рук которая связана в первую очередь с прикладными вещами скажите посоветуйте поделитесь когда начинать вносить удобрения как вы считаете какой период лучше это делать смотрите факторов много конечно и от вида удобрения зависит и от культуры зависит но если мы говорим про азотные удобрения то конечно их вносить нужно непосредственно во время посева или во время вегетации культуры путем подкорм потому что удобрения подвижные сильно зависит качество их усвоения температура от влага обеспеченности и вносить их заранее например осенью там следующего года это опрометчиво потому что мы не знаем какая будет осень мы не знаем как будет весна их может промыть и вы потеряете этот азот говорить о неработании непосредственно в сезон но тогда нужно смотреть все-таки на прогноз погоды нет универсального шаблона если мы подкармливаем селитры но лучше ориентироваться на осад либо на упадение обильных роз если вы заметили на полях иначе будут потери будут потери ваших денег потребности в питании культур а как вы оцениваете и какие пропорции на ваш взгляд зависимости от культуры стоит соблюдать конечно же у многих сортов у культур на разных видах почв требования отличаются и здесь надо уже от многих факторов отталкиваться кто-то смотрит например в обратную сторону от своей плановой экономики а тех показателей которые они хотят получить от урожая соответственно который для этого нужен и сколько удобрений нужно внести под этот урожай кто-то идет другим путем просто мы хотим 60 значит мы все сделаем для того чтобы было 60 соответственно если усреднять уж очень сильно ну например по азотным удобрениям в среднем где-то примерно зерновые будут потреблять килограмм 30-40 действующего вещества на формирование 1 тонна урожая но соответственно если вам стабильно надо 4 тонны прибавки естественному уровню урожайности который у вас без удобрений получается но будьте добры 110 120 килограмм действующих внести иначе это уже будет чисто вопрос везения что сложится год более активная будет микрофлора больше высадится азота почвы он усвоится а если год например будет менее благоприятным то вы не доберете урожая 30-40 килограмм азота на одну тонну урожая зерновых если говорить именно о дифференцированном внесении удобрений то на что стоит аграриям сделать основной акцент зачем следить акцент нужно сделать на том на основании чего вы делаете эту самую карту дифференцированное внесение удобрений то есть какую базу берете какую основу потому что соответственно если неверно выберете основу на основании которых сделано задание то и результат получите соответствующий здесь нужна аналитика то есть чем больше у вас данных по истории поля чем больше у вас тех же india и снимков этого поля тем более точную карту можете сделать тем лучше получится результат это если говорить об азотном а если о сложных тоже коснуться эту тему ну будьте добры регулярно делать агрохимию без этого никуда повторять цикл агрохимию придумано не просто так потому что поле это все-таки биокосное вещество и оно имеет свойство изменяться со временем соответственно один раз сделать анализ и думать что это никогда не изменится верхней корректности изменится сегодня завтра через год или через пять но изменения произойдут и вы можете однажды получить просадку по урожайнице не понимает а в чем причина но если говорить о ландшафте то первое что в голову приходит это конечно внесение азотных удобрений смыв если мы подкармливаем азимы вот здесь такой спецэффект получить можно раскидали селитру началось резкое таяние все по склону смыло тогда возможно стоит отклониться там от рекомендации вносить по черепку то внесите уже чуть позже но зато не будет будет гарантия что она усвоится не смоется сталами воды на это стоит обращать внимание если говорить об эффективности это всегда в первую очередь количество полученной прибыли а соответственно количество урожая как удержать планку эффективности что контролировать что вы контролируете на что делаете акцент но контролируем и все то есть от качества поступающих семян и удобрений до подготовки этих самых семян уже нами да да ну в общем буквально все нормы внесения качество приготовления рабочего раствора при внесении средств защиты растений качество посева и в итоге конечно до получения выражаемости как бы если мы не знаем каждого поля сколько мы собрали то и не понимаем к чему наши действия ранее произведенные привели то есть то ли это результат наших действий то ли это повезло поэтому всю цепочку отслеживаем все что делали как делали и сколько урожая с поля собрали я бы хотела сделать здесь акцент именно на правильности использования элементов питания вот вы говорите качественно вносить а что в этом слове качественно внутри что вы на что вы обращаете внимание ну что можно под этим иметь ввиду это что мы вносим когда мы вносим и как и как мы вносим в каком количестве потому что ну взять например пример ну тоже селитра до всем хорошо знакомые подконка например яровых первый вопрос как вы вносим да тут имеется равномерность мы можем плохо настроить например разбрасывать или он будет сильнее сыпать на одну сторону хуже на другую в итоге одна полоска у нас на поле будет более зеленая больше вегетативной массы другая будет оставать в росте поле неравномерно созреет поле будет чуть тяжелее убирать потому что здесь 10 метров уже сухой пшеницы здесь 10 метров еще с влажностью там 16 и это уже нам создает проблема решить их просто проконтролировав качество внесения потом что мы вносим если нам нужен быстрый результат если мы хотим культуру вот сейчас непосредственно подпитать ну да вносим селитру нитратная форма попала в землю усваивается корневой начинает работать буквально мгновенно как только появляется влага как только растворилась селитра если мы играем в долгу если мы подкармливаем из расчета чтобы культура питалась как можно дольше времени мы повторно туда не заходили но используйте карбамид вы не получите на селитре такой результат естественно важно в какой дозе потому что хорошим примером будет например листовая подкомка переусердствуйте с дозой сожгете растение но в худшем случае не даст вам урожая погибнет полностью в лучшем случае будет долго болеть страдать снизит урожайность несмотря на внесенные удобрения ну и конечно качество самих удобрения покупать надо там где уверен в их показателях что там действительно содержится столько вещей сколько нужно не больше не меньше спасибо огромное за ваши ответы уважаемые зрители мы я думаю в лице меня сейчас наши зрители хотят безусловно попасть ваше хозяйство посмотреть и в живую скажем так оценить что вы делаете чтобы иметь возможность лучшие практики применять поэтому будем очень рады если вы нас пригласите к вам я обращаюсь уважаемые зрители обязательно пишите вопросы под видео и мы непременно их адресуем а представителям компании и попробуем найти на них ответы подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки